Ну что ж, друзья, все на этом, да, про картинки мы еще продолжим говорить, тема такая у нас большая, сегодня мы не касались самого WordPress, на следующем же занятии в четверг мы поговорим о загрузке изображения и редактировании изображения WordPress. Дело в том, что в самом WordPress есть тоже редактор, он совсем простой, но тоже годится для некоторых мелких задач, ну, например, уменьшить изображение прямо в самом WordPress, уже вы, допустим, загрузили изображение, мы можем его уменьшить, можем его масштабировать, можем обрезать изображение и повернуть право-влево, там, вверх-вниз и так далее, если оно случайно там как-то не так было повернуто. Вот, также мы поговорим, вспомним, как вставить изображение в запись, как вставить галерею, да, как ее правильно настроить, дальше мы поговорим о панели быстрого редактирования вставленного изображения, то есть как там Центровайз, если помните, там такая панелька сейчас в новой версии WordPress появилась, дальше мы поговорим о параметрах файла и о настройках отображения изображения. Вот об этих всех вещах мы поговорим 25 мая, четверг, 18.45, будет на 21 занятие, и мы его посвятим вот этой теме. Друзья мои, еще раз напомню вам наши ресурсы, не стесняйтесь, заходите, задавайте вопросы и напишите, если есть какие-то пожелания по поводу тем. Я могу что-то пропустить, что-то не учесть, поэтому если вам какие-то темы нужны, вы бы хотели, да, поподробнее узнать, заходите на сайт ВП-тренинг, прежде всего там мы выставляем все записи ВП-тренинг, дальше на Анфисе Бреус, конечно же, мы выставляем, сейчас минуточку я вам тоже скину, кто не помнит, на блоге. Там немножко подробнее, во-первых, нарезаются видео, темы у нас разные, поэтому проще иногда нарезать на мелкие, чтобы конкретно посмотреть какую-то тему. Анфиса Бреус, так, дальше. О, хороший вопрос, Сергей Мили, прям вот не могу не ответить. А скриншот не уникален? Значит, смотрите, скриншот, если вы делаете скриншот какого-то логотипа, то он, конечно же, будет не уникален. Если же вы делаете скриншот, ну, какого-то, например, сервиса, что-то вы там показываете, то он будет уникальным. Все зависит от того, как часто используется. Допустим, если вы возьмете и сделаете скриншот WordPress, да, WordPress, скриншот логотипа WordPress, то, конечно же, он будет не уникальным. Вот, это вот нужно понимать. Так, так, еще сервисы. Ага, вот, WP-вебинар, вы знаете этот сервис, мы здесь, вы попадаете через него в эту комнату. Так, и последний ресурс, это ВКонтакте, группа ВКонтакте тоже. Приходите, подписывайтесь, задавайте там вопросы. Еще раз повторю, да, если какие-то есть вопросы, которые вы бы хотели, вот сейчас мы проходим изображение, да, файлы, загрузка файлов изображения, напишите, не стесняйтесь, пишите отзывы, и мы с удовольствием включим ваши темы, которые вы желаете в тренинг. Ну что ж, друзья, на этом все. Хорошей вам рабочей недели и до встречи в четверг. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok